Друзья, всем привет! Я приехал в лавку удовольствия поздравить Сашу и его команду с такой замечательной цифрой 100 тысяч подписчиков. Привет, Саш! Хотел спросить, что у тебя новенького в лавке? И, кстати, в этом выпуске у нас будет небольшой розыгрыш, вот такой вот замечательный подарок, чуть дальше о нем расскажем. А пока покажи, что у тебя интересного появилось за это время в лавке. Леш, ну я думаю, что прежде всего Агатангел у меня появился, это то есть, наверное, что-то еще не видел. На вашу улицу эти монеты завозят позже. Ну, хочу вот похвастаться, это я получил только сегодня. Видел такое? Да, 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 видел, но еще в руках не держал. Класс! Видишь, какая? 62 грамма. Огромная, тяжелая. Переверни, переверни, как она с другой стороны. Я так понял, обзор, ждем у тебя на канале совсем скоро, да? Конечно, конечно, скоро будет обзор. Вот, что тебе еще рассказать? У меня скоро будет обзор по штык-ножам новые. Это такая дополнительная тема. Очень много у меня по статуэткам появилось. Очень много уже по статуэткам я и продал. Поэтому, что тебе интересует? Как новогодние игрушки? Распродал? Это что тут, новоделы? Нет здесь новоделов. Здесь все дорогие старенькие игрушечки. Ну, как дорогие? Дорогие все прямо раскупили, но 150-200 гривен пооставались. Вот, а вообще очень много елочных. В этом году прямо бум. Причем я не думал, что столько людей их коллекционируют. Ага, видел у тебя на канале обзор золотых монет из царской России. Что-то уже осталось еще или все распродал? Все продал. Раскупили также на подарки. Есть много очень. Отлично. Вообще, подарки классная тема. Вот, подарки классная тема. Как раз переходим к подаркам. Друзья, я хочу в этом видео порекомендовать вам канал Димы Семиренко. И там будет конкурс. Вот такая, смотри, бокс, коробка из дуба сделана. Давайте ты посмотри со своим взглядом, как тебе. Она для разных монет. Кстати, самая интересная особенность с этой коробкой. Сзади просверлены специальные отверстия для того, чтобы монеты дышали. Я, честно сказать, такого не видел. Потому что в немецких каких-то мюнц кабинетах такого нет. Но я решил узнать у коллекционеров. Правда ли, что нужно делать отверстия в разных таких боксах. И самое интересное, мне 50 на 50. Часть коллекционеров сказала, что вообще такого не знают. Какие-то там отверстия, зачем оно надо. А часть сказала, что очень важно, чтобы циркуляция воздуха проходила. Так и патинирование там происходит какое-то. Ну, короче, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете. Нужно ли, чтобы был воздух дополнительный в таком вот мюнц кабинете. И вот замечательные десяточки. Я укомплектую этот подарок 10 гривнами. Всеми, которые уже выходили в Украине. Как раз у Саши их можно приобрести. Вот они. Да? У тебя есть все-все-все? Абсолютно есть все. А мое мнение по твоему вопросу. Я думаю, что та монета, которая в запайке, которая не дышала воздухом, ей, конечно, не нужны никакие дырки 100%. Что ты капсулу будешь вентилировать. А если монета уже вскрыта, ее трогали руками, то, наверное, ей тоже все равно, наверное, если там дырка. Но когда монета вскрытая, я могу тебе показать советские рубли юбилейные в пруфе, которые глотнули воздухом. И у них такая золотая патина. Видел такую? Она просто кайфовая. То пусть, конечно, дышит. А если эта монета действительно в запайке, ну о каком воздухе речь? Значит, какие условия у нас для участия в розыгрыше? Кстати, обзор на эту шкатулку я делал на канале. Посмотрите по ссылочке в описании. Для того, чтобы поучаствовать, вам нужно перейти на канал Димы Семиренко и под крайним видео написать привет от ФК, Лефартовый коллекционер. И как только наберется 250 лайков под этим видеороликом, я разыграю, проведем розыгрыш. Так что, друзья, переходите. Вот это подарок, да? Вот это подарок, он будет укомплектован вот этими всеми монетами 10 гривен, которые я приобрел у Саши в лавке. И два еще на следующий, на рост, можно себе оставить. Хороший подарочек, хороший подарочек. Так, друзья, и условия еще раз. Быть подписчиком моего канала, канала Димы Семиренко, обязательно. И 250 лайков, и мы разыграем вот этот бокс. Я бесплатно отправлю по Украине этот замечательный подарок. Участвуйте. Класс. Ну что ж, друзья, спасибо, что заглянули. Саш, что-то еще про лавку. Расскажешь, как тебе со 100 тысячами живется теперь? Долларов? Подписчиков. Хотя, если с каждым подписчиком даст тебе по доллару. Леш, на самом деле, на самом деле, гораздо волнительнее было, когда было 1000. Гораздо волнительнее было, когда 10. А когда уже поставил на такие рельсы, что локомотив движется, и люди подписываются, людям нравятся. У меня сейчас, честно сказать, прям немножко какой-то иногда даже страх. Потому что, во-первых, у меня все кайфовые подписчики, но появилось много людей, которые пишут, что попало. Которые просто ради того, чтобы написать. И очень много началось спама. Но кнопку еще не получил, если ты хочешь спросить. У меня даже еще нет функции нажать ее. Видать еще канал на проверке. Вот. Я думаю, скоро будет. Я еще раз хочу поздравить тебя, твою команду. Спасибо. Которая помогает, поддерживает. Вот как раз заехал лично. Спасибо огромное, Леш. Спасибо. Супер. Передавайте привет, команда. Всем привет. Окей. Все, спасибо. Всем пока.